Уважаемые пользователи! Отдел информационно. Библиографического обеспечения областной универсальной научной библиотеки имени Льва Николаевича Толстого представляет вашему вниманию знаменательные и памятные даты календаря дат и событий Кустанайской области на 2022 год с 20 по 27 июля. 20 июля 1992 года был образован медицинский холдинг «Жемчужина Стамет». История компании – это годы неустанного совершенствования, покорения вершин, умения шагать в ногу со временем и заглядывать в будущее. В 1992 году ее создатель, врач Владимир Клименко, начал со скромного стоматологического кабинета. Взяв кредит, он с коллегами приобрел передвижные стоматологические лаборатории и отправился поселом лечить людей. Селяне охотно становились пациентами, ведь государственные стоматологи не заглядывали к ним годами, а ездить в райцентр или город накладно. Благодаря руководителю и немногочисленной команде «Стамеда» клиника начинает развивать фармацевтический бизнес. Он становится новым стратегическим направлением в развитии компании. Появляются первые аптеки «Стамеда» в Кустанайе и Лисаковске, ставшие прообразом нынешней мощной сети по всему Северному и Центральному Казахстану. В 2002 году было принято решение о развитии розничной аптечной сети. Входит в обиход бренд «Цветная» аптеки с широким ассортиментом высококачественных лекарственных средств и консультативной помощью по их применению. В 2006 году в Кустанайе открылся медицинский центр «Жемчужина медучреждения», включающий поликлинические и стационарные отделения, оснащенные современным медицинским оборудованием для качественной диагностики, лечения и профилактики заболеваний. В настоящее время компания «Стамед» считается ведущей в области формации и оказания медицинских услуг и является важным звеном в сфере здравоохранения нашего города, области и за ее пределами. Сегодня медицинский холдинг «Жемчужина» «Стамед» находится в числе лидеров по внедрению новых технологий, снабжает оборудованием и материалами весь Казахстан. Кроме того, на базе холдинга организуются учебные центры, проводятся спецкурсы стоматологов. Пономарчук Семен Трофимович, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Родился 22 июля 1922 года в селе Екатеринка Первомайского уезда Одесской губернии Украинской Социалистической Советской Республики в крестьянской семье. После окончания шестых классов сельской школы работал подсобным рабочим в тракторной бригаде машинно-тракторной станции Доманевского района. В 1938 году по комсомольской путевке он уехал в Казахстан осваивать целинные земли. Жил в поселке Убаганская Кустанайской области. Окончил курсы механизаторов. Работал комбайнером в колхозе Убаган. В ряды рабочей крестьянской красной армии Пономарчук был призван Убаганским районным военкоматом Кустанайской области 9 октября 1941 года. Окончил полковую школу младших командиров. Некоторое время служил в учебном сабельном эскадроне в запасном полку. В боях с немецко-фашистскими захватчиками сержант Пономарчук с марта 1942 года на Юго-Западном фронте в составе 6-го кавалерийского корпуса. Боевое крещение принял в боях на Барвенковском плацдарме, где получил свое первое ранение. После госпиталя в апреле 1942 года вернулся в свою часть и участвовал в Харьковской операции, в ходе которой 6-й кавалерийский корпус был окружен и практически уничтожен. Сержант Пономарчук оказался одним из немногих бойцов Красной армии, которым удалось вырваться из Барвенковского котла, но во время переправы через Северский Донец 28 мая 1942 года он был вновь тяжело ранен. День Победы Семен Трофимович встретил в госпитале. После выздоровления он продолжил службу в армии в инженерных частях группы советских оккупационных войск в Германии. 15 мая 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии старшему сержанту Пономарчуку Семену Трофимовичу было присвоено звание Героя Советского Союза. После демобилизации в сентябре 1946 года Семен Трофимович вернулся на Украину. В 1949 году Семен Трофимович переехал в поселок Сальково. Работал на местном сахарном заводе. 21 апреля 1978 года Семен Трофимович скончался. Похоронен в поселке Сальково-Гайворонского района Кировоградской области. Кулжанова Назипа Сигизбайказы, педагог-просветитель, этнограф, журналист. Переводчик. Родилась 27 июля 1887 года в городе Тургай. Одна из первых женщин-просветителей Назипа Кулжанова, будучи родом из бедной многодетной семьи, всеми силами стремилась вырваться из нищеты, получить хорошее образование. Она самостоятельно поступила в Кустанайскую женскую высшую гимназию, окончила ее с отличием и в 14 лет получила в гимназии преподавательскую должность. Достижение для девушки-казашки в начале 20 века фантастическое. Редкостью тех лет стал ее своеобразный протест против замужества по договоренности родителей, и она выходит замуж за своего друга и соратника Нургали Кулжанова, с которым переезжают в Семипалатинск. Назипа Кулжанова на протяжении всей жизни занималась переводами Абая на русский язык. Именно она познакомила автора сборника «Тысячи песен казахского народа» Александра Затаевича с творчеством великого поэта. В 1919 году ее супругу Нургали расстреляли белогвардейцы. Потрясенная случившимся, Назипа переехала в Акмолинск, где она работала во многих газетах. Назипа Кулжанова – первая казахская женщина-журналист. Тургайскому гуманитарному колледжу присвоено имя Назипы Кулжановой, и улица города Аркалыка названа ее именем. Уважаемые пользователи! Отдел информационно-библиографического обеспечения Кустанайской областной универсальной научной библиотеки имени Льва Николаевича Толстого Представил вашему вниманию обзор знаменательных и памятных дат календаря ДАТ и событий Кустанайской области на 2022 год с 20 по 27 июля. Материал календаря ДАТ и событий Кустанайской области на 2022 год отражен на сайте библиотеки.